Прогресс, но без прорыва. В ночь на вторник в Берлине завершились многочасовые переговоры министров иностранных дел нормандской четверки. О чем договорились главные дипломаты Германии, Франции, Украины и России и в каком вопросе до компромисса сторонам еще очень далеко. Татьяна Лагунова продолжит. Начали засветло, завершили затемно. Переговоры дипломатической четверки, которые потом плавно перешли в рабочий ужин, продолжались более пяти часов. Итоги резюмировал хозяин встречи министра иностранных дел Германии Хайка Масс. Прогресс есть, прорыва нет. У нас был очень подробный, открытый и конструктивный разговор. Его целью было вдохнуть новую жизнь в минский процесс и в договоренности, на которых он базируется. И нам удалось достичь понимания по многим вопросам. Договорились в очередной раз обеспечить режим прекращения огня на Донбассе и отвод тяжелых вооружений, ускорить процесс разминирования региона. В этом готовы помочь Германия и Франция. И сделать все возможное для скорейшего освобождения украинских заложников и политзаключенных путем обмена. А вот в вопросе миротворцев пока не удалось даже приблизиться к компромиссу. Мы договорились поручить политическим директорам наших ведомств продолжить переговоры о параметрах возможной миссии ООН. Они состоятся в ближайшие недели. Обе стороны, в принципе, открыты для такой миссии. Но представление Украины и России о том, какая она должна быть, каким будет мандат и зона ответственности миссии, пока далеки друг от друга. Тут наши позиции находятся в разных всесвитах. Между нами действительно всесвит. Мы по-разному понимаем наши договоренности. Мы по-разному понимаем, какая должна быть миссия. Лавров наполягает на том, что это должна быть фейковый защит СММ. Наша логика – это должна быть реальная миссия для территории всего оккупированного Донбасса, которая должна поступительно перебирать контроль и, естественно, помогать и в установлении реальной безопасности, и в контроле над важным оружием, и потом в реальном оружием. А потом, когда безопасность будет достигнута, потом переходить к вопросу организации свободных и честных выборов. Переговоры продолжат, и не исключено, что вскоре дипломатическая четверка соберется снова. А вот договоренности о проведении саммита лидеров нормандского квартета пока нет. Дипломаты не спекулируют даже на тему его возможной даты. Дескать, лидеры Франции, Германии, Украины и России встретятся. Но только когда эта встреча будет хорошо подготовлена и появится шанс достичь в ходе переговоров реальных результатов. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.